В области отмечается снижение потребительского спроса на недвижимость. По данным Бюро национальной статистики, снизился спрос как на индивидуальное жилье, так и на квартиры. Подробнее об этом в предстоящем сюжете. Недвижимость является одной из ключевых отраслей экономики Казахстана. Однако, по данным Бюро национальной статистики, за последний год на казахстанском рынке произошел спад спроса на жилую и коммерческую недвижимость. За первый месяц 2023 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в Казахстане составило 24 294. Количество сделок купли-продажи жилья за январь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 27,2%. В сравнении с декабрем 2022 года в январе текущего года отмечается отрицательный показатель по сделкам во всех регионах Казахстана. Наибольший спад сделок за месяц произошел в ряде областей, в том числе и в области Абай. Покупательский спрос, способность покупать, она снизилась соответственно и по цене сейчас недвижимость немножко уже снижается. Даже если брать по бюро, первое кредитное бюро в республике Казахстана заявляет, что ипотечные заявки уменьшились на начало этого года на 16,5%. Это говорит о том, что покупателей становится меньше и возможности приобрести по завышенной стоимости недвижимость очень мало. Кроме того, эксперты отмечают снижение цен как на первичных, так и на вторичных рынках, а также приостановление некоторых ипотечных программ. В связи с этим мы решили узнать и мнение наших жителей. Возможно, сейчас нет спроса, потому что просто пойти и купить квартиру сейчас недоступно. Сейчас цены завышены. Или может потому, что жители скептически относятся к качеству новых домов. Думаю, это может быть причинами снижения спроса. Не могу сказать, что снизился спрос. Я думаю, что он еще есть, но цены остаются завышенными. Совсем недавно еще поднялись. Думаю, причинами могут быть события, которые происходят в нашей стране. Например, январские события. В этот момент цены на квартиры поднялись. Но сейчас человек просто не может накопить деньги на новую квартиру. Думаю, причина – это дороговизна. Ведь не у всех позволяет карман. Каждый покупает как может. Значит, не хватает заработной платы. Это бедность. По данным Бюро национальной статистики, по сравнению с декабрем 2022 года, количество сделок по индивидуальным домам уменьшилось на 22,2%. Стоит отметить, уменьшение наблюдается во всех регионах страны.